Первый чемпионат по оказанию первой медицинской помощи. Его организовалось Российское движение первых. Цель проекта – обучить школьников и учащихся профессиональных образовательных организаций навыкам, которые могут помочь пострадавшим до приезда бригады скорой помощи. Инструктора из Красного Креста, волонтеров-медиков, партнерских организаций, институт имени Топорова у нас в Алтайском крае, они в течение всего этого времени, ну в большей степени с осени, проводили для школьников края мастер-классы, где обучали их делать сердечно-легочную реанимацию, прием геймлиха, как правильно вызвать скорую помощь, как действовать вообще в сложной ситуации, ну и множество других под тем и тем первой помощи. Школьникам от 14 до 17 лет предстояло пройти шесть станций различного уровня, к примеру, помочь пострадавшим после ДТП или после трагедии на воде. Я, Лена Геоданевна, нахожусь на территории Института Кулах-Постырей. Несчастный случай, два пострадавших, один, первый пострадавший, это мужчина, около 20-25 лет, он в затоплении утонул, вторая пострадавшая, эта девушка лет 15-20, у него истерика. Из 21 команды, принимавшей участие в региональном этапе чемпионата, лучшие признали команду из Барнаула, школа номер 49. Радость и победитель не было предела, ребята признаются, конкуренция и испытания были серьезными, дались непросто, но брали упорством и сосредоточенностью. Эмоции безумные, руки трясутся до сих пор после получения награды, задания были сложные, время ограничено, и мы старались максимально ответить правильно. Теперь школьникам Барнаульской школы предстоит борьба уже на всероссийском уровне. Чемпионат по оказанию первой помощи пройдет в Москве 18 и 19 ноября. Пожелаем ребятам удачи. Дмитрий Дроздов, День с толком. Дмитрий Дроздов, День с толком.